Расскажите, мистер, куда мы едем? Мы едем куда? Мы едем делать тексы. Что это такое? Оплата налогов. Каждый год, каждый, кто работает в Америке, должен делать тексы, оплачивать налоги. Это контрольная акция. Сколько ты заработал, сколько ты должен заплатить государству. Это делается раз в год и когда? Это делается раз в год. С 1 января по 31 марта. В течение трех месяцев каждый должен заплатить налоги. А если ты не приедешь? Это чревато платить последствия. Скажи мне, пожалуйста. Пожалуйста. Будь серьезным. Серьезная тема. Скажи мне, пожалуйста, каким образом нужно платить налоги? Я знаю, что есть специальные программы. Можно купить диск. Он стоит где-то долларов сто. В этом во всем разобраться. Либо нанять специалиста. Расскажи по этому. Проще нанять специалиста, заплатить ему деньги. Потому что в этом диске ты ничего сама не поймешь. Что нужно учитывать при подаче налогов? Спроси об этом у специалистов. Справки о заработной плате. Ну ты еще там что-то вносил. Чеки всякие. Справки о заработной плате. Ну а возврат как делается? Что такое возврат? Сначала считается, сколько ты заработал. Потом считается, сколько ты потратил. Потом отминусовывается это все. И потом начисляется сумма налогов. А какая-то сумма может быть в процентах? Не знаю. Может быть третья часть. Может быть чуть-чуть меньше. От доходов, да? От доходов, да. Которые были неучтены налогами. Хорошо. А как делается возврат? В твоем файле есть данные твоего аккаунта в банке. Тебе перечисляются автоматически со счета. И к тебе приходят эти деньги. Ну а что такое возврат? Возврат это есть возврат. Каким образом? При каких условиях он делает? Света, это читай сам. Ну, например, введение бизнеса, да? Что там? За что возврат делают? Если ты заработал определенную сумму, платил с нее все налоги, и потом во время твоего бизнеса ты нес какие-то затраты, эти затраты должны отминусоваться от твоего дохода. И если там какая-то определенная сумма остается, то тебе, может быть, если ты много заработал, то ты должен доплатить государству. Вернуть. Если они считают, что мало, то возвращается тебе. Все. Больше не трогал. То есть, если мало заработал? Да, когда мало зарабатываешь, то тебе могут сделать возврат. Это только при ведении бизнеса? Нет, это при обычной нормальной жизни. Я когда приехал первый год, в январе мы приехали, 2000 года, я один работал, жена не работала, Катя была маленькая. Мы когда сделали текст-ретурн, мы получили 5100 долларов возврата. В первый год. А ты был тогда в каком статусе? В гринкарте и работал все. Имел гринкарту и работал. И вам государство вернуло как на ребенка, да? Ну, не как на ребенка, а на всех нас. Как на малоимущих, да? Да, как на малый, с малым доходом. И ты тогда учитывал какие растраты свои на медицину, может быть? Света, я не помню, когда это было и что это было. Это было 17 лет назад. Окей, а если, например, ну, допустим, какой-либо бизнес, да? Что нужно учитывать? Это я не знаю. Аренда площади, да? Конечно, наверное, я не знаю. Конечно, ты должна внести все, что у тебя есть. Сколько платишь за аренду, сколько платишь за свет, сколько платишь за воду, наверное, это же бизнес. Если, например, водитель такси, то учитывается, что там? Света, я не знаю, что учитывается. Бензин, да? Бензин, да. Сколько ты расходов понес на поддержание машины в рабочем состоянии? Заменял масло, менял лампочки, менял колеса. Все это оплавляем. Все это учитывается как расходы на транспортное средство. Даже коврики покупал. Даже коврики покупал. То есть можно записывать все от блокнотиков, но каких-то дорогих, да, вещей? Когда первый год я купил этот вэн, и первый год начал работать. Я купил телефон, мне телефон по сей день еще рассчитывается. Все что ли? Оплачивается назад, в смысле снимается. Потому что без этого телефона я не смогу работать в уголе. Айфон надо иметь. То есть телефон тебе не вернули, да? Государство не вернуло. Не сделало возврат, да? Как? Мне засчитывается ежемесячный пеймент за этот телефон. Что такое пеймент? Платеж за телефон. Ну, имеется в виду, за телефон платишь ты. Я плачу, но мне это возвращается, потому что я работаю с этим телефоном. Этот телефон мне помогает зарабатывать. А как тебе возвращается? Когда я пишу, сколько я истратил оплату за телефон, это отминусовывается от общей суммы налогов. Твой телефон тоже отминусовывается. Почему? Потому что ты за него платишь 63 доллара. Это тебе существование, средство существования. То есть при налогах возвращается оплата за телефон? Да. И за интернет домашний. Ничего себе. А почему? Ну, интернет это же не бизнес. Интернет это средство коммуникации, средство связи. С клиентами, с коллегами по работе, с боссами, с начальством. Ты получаешь имейлы от своего начальства? Ну вот, я тоже получаю. Классно. Мы заехали в гости. Здесь живет дочь моего мужа. Хочу показать домик в лесу, фактически. Сейчас идет дождь. Совершенно дикий лес. Здесь водятся дикие звери. Катина кошка играет с лисицей. Вот такой они сделали навес. Это в районе Балтимора. Гараж. Вот так вот живут американцы. Когда имеют свой дом. Эти дома довольно-таки дорогие. Называется частный сектор. Это мой муж на Бентли едет. Это Катина машина. И муж решил попробовать себя. Вот аппарат. Вот аппарат. Понравилось? Не то слово. Расскажи мне, пока мы тащимся в этом трафике, сколько мы времени потратили на то, чтобы сдать налоги? Три часа. Почему так долго? Потому что много работы. В чем заключается работа? Сколько бумажек в результате ты принес? Штук 20? Очень много. Четыре справки с разных мест работ. Одна твоя и три мои. Одна моя со основной работой, вторая от родительской комитета, третья от Убора. Почему-то на Уборе у меня получилась зарплата больше, чем в основной работе. Плюс теми-депсинские справки, да? Это все надо было перелопатить, пересчитать, сколько я заплатил за все. Долгая песня, короче. Я увидел, что я целый понедельник сидел, бумажками ковырялся. Считал все расходы, да, это самое. Слава Богу, что этим занималась не я. Да это, блядь, это сложно. Ты доволен результатом? Конечно. Это люди делают неимоверную помощь. Своих 300-350 долларов они отработали по полной программе. То есть услуги стоят 350 долларов, да? Да, за то, что они нам все сделали, посчитали. Это нам обошлось в 345 долларов. Значит, лучше заплатить, чем самому с этим всем разбираться. Самому этим ты не идешь. Надо знать все законы, что туда и как это делать. А ты говоришь, купи за 100 долларов диск и там все тебе напишут. Эти люди уже зубы сломали на этих налогах. Они всю жизнь этим занимаются. Эта компания уже, наверное, лет 40, наверное, в этом Балтиморе сидит и помогает всем тем на налогах. И никто от них не уходит. Леша из Вирджинии даже ездит к ним сюда. Это русскоязычная компания? Да. Вот так вот мы показали свои и заплатили налоги. Потратили на это практически полдня. И у нас скверная погода. И мы тащимся в этом трафике. Как светофор закрыт. По встречной поехал, да? Ехал вот тут по встречной. Для тех, где мордой ехал. Капец. Спешит, куда? Он уже по нашей едет, да? Да. И не разрешается. Все. Всем пока. Хорошего настроения и солнечного неба. Субтитры сделал DimaTorzok